друзья всем огромный привет я думаю многие встречали что так вот сверла шлифуют шлифуют но не сверли не все умеют наточить сверло правильно она всегда тупится и многие сталкиваются такой проблемы только не говорите что все умеете точить не все умеют точить сегодня покажу отличный способ как значить такое вот сверло с простым приспособлением делается все это за пять минут для этого нам нужно доска моем случае на сороковочка 40 миллиметров будет со шпунтом еще лучше мы сейчас вами и главное торцуем чтобы она была ровненько потому что она сейчас видите у нас не отторцовано от торцовой при помощи угольник и циркулярный так будет точно и вот выставил и по ней по виду теперь нам с вами нужно отметить треугольник 80 на 50 то есть мы четко не больше не меньше 80 на 50 80 и 50 вот так проверяем что было все четко 50 80 на 50 не больше не меньше и теперь максимально ровно отрезок можно конечно использовать вручную пилу но я все-таки попробую это сделать при помощи циркулярной пилы так получаем вот такой треугольник можно проверить чтобы у нас было четко 50 на 80 то если смотрите у нас прям четко 50 давайте вот так вот возьмем 50 смотрим 80 так проверяем с двух сторон 80 до все четко берем ту же самую дощечку вот так вот как основание сейчас будем с вами делать сейчас вот так вот черканем и будем открыть сейчас примерно вот так вот выставлю с небольшим запасом так чтобы выходила вот так вот прижму и на финишные гвоздички сейчас я это пробил все у нас теперь на месте можно конечно было на сморезы просверлить и засверлиться так быстрее нашел центр делаю линию влажал кусочки при помощи напильника делаю небольшую канавку и хорош переходим с вами гриндеру у меня самый простой это такая насадка на долго то есть у нас получается мы начинаем не с режущей части здесь затачивать а получается нас вот так вот мы раз и доворачиваем на режущую часть 1 и до вернули то есть вот такими вот движениями мы тут с вами вот так вот раз и раз и раз потом перевернули это же самое вот так раз против часовой получается мы вращаем туда единственное что у нас будет вот вот здесь вот перемычка большая я конечно могу ее сточить показать как но просто вот немножечко его подточил ты свернул то же самое которое у нас было дать попробуем сейчас его как она будет резать с вами смело проверить вот на гаечках все проверяет угол какой он у нас есть то есть смотрите вот мы четко видим что у нас угол соблюден как бы гайка убегает зараза вот как видите с легкостью теперь справляется отверстие ровно стружечка тоже у нас длинная углетала это показываю все то же самое сверло большой нашей перемычкой который у нас было изначально давайте попробуем возьмем другой сверлышка поменьше диаметром глупо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как по маслу Можно посмотреть, отверстия ровненькие, кругленькие Давайте попробуем сверлышко 2,5 заточить Конечно, мне такое сверлышко проще заточить вручную, чем большое Сейчас мы выставим, но просто выставлять дольше надо Ну, давайте попробуем его Как видим, все четко Даже маленькой сверлышкой то заточить можно 2,5 мм Так что, друзья, у нас сегодня получилось с вами вот такое простейшее приспособление Ну, годное для заточки сверл Если вам понравился данный выпуск, палец вверх, пишите ваше мнение Кто профессионал, кто может тащить руками, может даже не писать Вы зачем это осмотрите, если вы знаете и так, как заточить сверло Я это делаю для того, кто не знает и не умеет А это простейшее приспособление Так что, ставим лайк, пишем ваше мнение До новых встреч, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok